АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тема достаточно актуальная, поэтому давайте начнем. Наталья Александровна, вы непосредственно тот самый человек, который занимается обеспечением продовольствия не только города, но и всего Нинского автономного округа в целом. Вот расскажите, цены кусачей почему? Мария, я хочу поблагодарить за то, что сегодня поднята эта тема, потому что мы все практически являемся покупателями, и для нас, конечно же, очень важно, по какой цене мы покупаем, тем более это зависит от нашей заработной платы. Но учитывая то, что обеспечение продовольственной безопасности – это архиважная задача, стоит отметить, что вот одно из главных продуктов питания – это хлеб, у нас цена на данный продукт уже практически с 2010 года стабильная. В 2010 году эта цена составляла 32 рубля за килограмм. С 2015 года, с июля, она стала 35 рублей, и в настоящее время в этом году она будет 36 рублей за килограмм. То есть благодаря тому, что произошло субсидирование с окружного бюджета, значит, это оказалась поддержка как для производителей, так и для тех жителей, которые здесь проживают, тем более хлеб, я считаю, что это очень важный продукт в условиях Крайнего Севера. Крайнего необходимости. Да, и тем более, что вот если взять у нас на селах, да, то у нас есть там и мясо, и рыба, без которой практически, значит, потребление остальной пищи невозможно. Учитывая, что вот у нас произошло вот такое субсидирование по хлебу, и собрание депутатов зачастую выезжает в населенные пункты. В 2014 году мы встречались в Оксино с председателем СПК, который посетовал, что на сегодняшний, ну вот в 2014 году очень невыгодно производить молочную продукцию для СПК. И был предложен, был предложен точно такой же механизм субсидирования, как и по хлебу. Поэтому на сегодняшний день цена у нас молока тоже зафиксирована, и в 2016 году она составляет 60 рублей в рознице. Это тоже, опять же, поддержка как наших жителей округа, так и, конечно же, производителя. И в целом хочется отметить, что в бюджете 2016 года на субсидирование сельхозпроизводителей заложено практически 670 миллионов. Вот мы, кстати говоря, звали сегодня представителей Ненецкой агропромышленной компании сюда в студию, чтобы они тоже нам пояснили, насколько легче им стало жить после ввода этих субсидий. Давайте послушаем жителей, которые выскажутся, действительно ли наша молочка теперь такая доступная. Вот я, например, как мать двоих детей, один ребенок у меня совсем маленький, год 4, каждый день пользуюсь услугами наших производителей молочной продукции. Кто желает? Надежда Николаевна, доступно ли? Ну, я считаю, что молоко доступно, но вот кефир, и все остается в очень высокой цене, и если говорить о пенсионерах, то они практически не могут каждый день покупать кефир. И даже обычная семья, где есть двое детей, они тоже не могут каждый день покупать кефир. Ну, а вообще, если говорить о ценовой политике, вот Наталья Александровна, она очень важные вещи сказала, субсидирование хлебной продукции, да, это, по-моему, мы же один из тех субъектов, где самая низкая цена на хлеб на сегодняшний день, да? Вот на ваш взгляд, какие еще бы виды продукции можно было субсидировать для жителей Крайнего Севера? Ну, я не знаю, с чего складывается цена, например, овощей и фруктов для детей, которые необходимы нашим детям, да? Если, вот, к примеру, я в январе была в Краснодарском крае, конкретно, город Белореченск, а мандарины стоят 30 рублей, вот, и я не знаю, с чего складывается наша цена, вот, они же ведь говорят, что это наша отечественная продукция, почему же у нас все это за 250 до 300, вот, поэтому, наверное, я бы хотела, чтобы еще, наверное, все-таки для детей было субсидирование, вот, наверное, овощей и фруктов. Вот мы сейчас отметили такую категорию людей, как пенсионеры, вот здесь у нас в студии присутствуют студенты, вы тоже наверняка ходите в магазин, покупаете продукты, потому что питаться нужно каждый день, и я бы хотела даже отметить такую составляющую. Мы говорим сейчас про цену, да, дешево, дорого, мы все равно покупаем. Хотелось бы услышать про соотношение цены и качества. Вот вы, как молодой представитель жителей Ниньского округа, что вы могли ответить на этот счет и можете представиться? Ну, я студент Ниньского районно-экономического техникума, ну, я могу сказать, что отношения, лично по мне, ну, сносные, то есть и стоимость, и качество, ну, оставляют желать лучшего. Ну, вот давайте возьмем продукты. Все мы были студентами, не секрет, традиционный питание, макароны, сосиски, там, я не знаю, хлеб, ну, все же были, да, все кушали практически одну и ту же пищу. Что чаще всего покупаете? Ну, вот как-то макароны, котлеты, колбаса, вот, ну... И сколько в месяц нужно на питание студенту? Ну, около 20 тысяч. Ну, вот чтобы нормально, в принципе, питаться. А где взять тогда деньги студенту? Ну, работать. Ну, если семья так-то... Ну, вот я лично из семьи, ну, с этим проблем нет. А вот студенты, живущие в общежитиях, вот, без обеспечения родителей, ну, мне кажется, там вот только лишь стипендия. Вот есть у нас те, кто живут в общежитии, ребята, здесь? Жили. Жили, да? Вот вы представьте, пожалуйста, и вы скажите, как удавалось, в общем-то, я даже, может быть, порой и выживать, потому что я знаю, что там, если нет картошки у студента, то это уже очень плохо. Ну, я года два назад жива в общежитии, и как бы достаточно сложно, когда у тебя стипендия 5 тысяч, допустим. Ну, как бы меня спасало то, что я была активным. То есть там поучаствоваешь, там плюс надбавка, как бы за счет этого. И, допустим, у меня была стипендия, допустим, возьмем 7 тысяч. И я старалась на месяц как-то прожить, потому что у меня как бы семья большая, в нашей семье. И еще спасало то, что отправляли, конечно, родители, это собственное мясо, потому что у нас, ну, оленеводы, оленеводы, то есть родители. А в основном, допустим, студент не мог себе позволить каждый день покупать овощи или огурцы, потому что они дорогие. Или же, допустим, молочную продукцию. А в основном это, конечно же, макароны и говядина. Вот сколько вот я заходила к студентам, к знакомым мальчикам, у них всегда макароны и говядина, и все. Или же мясо там, оленины, и все. Вот видите, спасает. И, кстати говоря, мы тоже приглашаем сюда руководителя общества мясопродуктов, потому что, на мой взгляд, нереально высокая цена и нереально плохое качество продукции стало. Хотелось бы узнать, почему. Хочется послушать представителей парламентского корпуса. Наталья Александровна высказала. Сейчас мы дадим право голоса Андрею Григорьевичу. Пожалуйста, передайте ему микрофончик. Расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, со стороны, на законодательном уровне, что нужно сделать для того, чтобы у нас во всех магазинах были доступные цены. Либо невозможно поощрять каждого предпринимателя. Вот то, что Окрпотребсоюз мы субсидируем, это понятно, да? Это организация, которая в населенные пункты отдаленные завозит. Это касаемо города. Может быть, попроще? Может быть, надо какую-то субсидию для предпринимателей еще? Мария, это проще всего субсидию выделить. Вопрос в другом. На сегодняшний день ведь в стране в целом идет большой провал в бюджете. Мы же с вами сегодня знаем прекрасно, мы вынуждены взять 3 миллиарда в банки, в долг. Эти деньги рано или поздно надо отдавать. И бюджет, он не в силах, скажем так, субсидировать вообще все продукты. Это невозможно, это нереально. Мне кажется, проблема вся в том, нам нужна дорога. Нам нужен даже необходим выход на большую землю, чтобы завозилась вся продукция автотранспортным. Это будут сразу заниженные транспортные расходы. Соответственно, цены в магазинах должны понижаться. Но как на сегодняшний день сложилась ситуация, когда на зимнике машины стоят по 3-4 дня, это ведь и соляка, это и зарплата, это все идет на стоимость продукции. Ведь здесь палка в двух концах, я на самом деле. Я коммерсантам понимаю, я тоже. У них на сегодняшний день закупочная цена выросла у оптовиков нехило. Я бы сказал бы. Причем на российскую продукцию, наверное. И оптовик, он требует сразу стопроцентной оплаты. А сейчас никто не уверен, да. Да, и он вынужден изыскивать эти средства в банке. То есть тебя же загоняют в долги опять. Да, и вот этот банковский процент на 19%, он тоже самое накидывается на эту продукцию. Даже перед Новым годом взять. Выбор в магазинах был небольшой. Можно сказать даже так, что выносилось все. А почему он был небольшой? Бизнес не успевал завозить эту продукцию. А оборот средств, он не так быстро идет. Но что по поводу прямого вашего вопроса, вы знаете, на законодательном уровне... Ну, может быть, да, вообще ничего так можно сказать, что это бизнес, поэтому для бизнеса другие преференции. Нет, нет, я так не скажу, мы сегодня уже обсуждали с вами, насколько это возможно, бюджет дает субсидии. Но это не может продолжаться вечно и вот на всю продукцию. Спасибо большое за ответ. Вот можно микрофончик Наталье Александровне, пожалуйста. Наталья Александровна, вот сейчас Андрей Григорьевич сказал про то, что предприниматель жалуется на дорогую доставку. Вам вот как никому другому знать, да? Да, я хочу сказать все-таки, что мы же живем в условиях, в арктических условиях Крайнего Севера. У нас в городе труднодоступно доставить, а на село особенно трудно, потому что они отдалены, потому что у нас там практически нет транспортной логистики. И поэтому взять, например, мы вот перед Новым годом брали вертолет с Архангельска до Индзики. Стоимость за один килограмм составляет 340 рублей. Если в город доставлять, да, вот говорили, что не хватает продукции, потому что на самом деле завоз осуществлялся только авиатранспортом. И стоимость с Архангельска до Наринмара составляла 72 рубля. То есть получается для того, чтобы предприниматель, да, или какое-то предприятие доставило сюда товар, его необходимо закупить. Для этого нужно найти средства. Да. Сегодня Андрей Григорьевич сказал, что на самом деле никто в долг не дает, несмотря на то, что есть долгосрочные обязательства, самое больше там на 20 дней расстрочки. Затем, значит, вот если учитывать, что 72 рубля за килограмм, это только тарифы, плюс электроэнергия. И если в городе электроэнергия составляет где-то 6 рублей за киловатт, в населенных пунктах у нас 34 рубля 15 копеек. Это, наверное, тоже самая дорогая цена электроэнергии по всем регионам. По хлебу мы, конечно, на первом месте по всем регионам по стоимости, да, самый дешевый. Но и по электроэнергии у нас, наверное, мы тоже на первом месте, потому что 34 рубля, это очень дорого. То есть мы сейчас будем про коммуналку, мы можем это отдельно тем программам сделать. И это мы говорим, это же все входит в себестоимость. Это понятно, да. Это все входит в себестоимость. Для того, чтобы продать, ему, конечно же, необходимо заплатить и продавцу заработную плату. Из чего платить? Должна быть тогда какая-то определенная наценка. И многие возмущаются, почему все время цена фактически остается одна. Да, это и лето, и зима. Потому что существует определенная средняя наценка. Когда предприниматель рассчитывает свой бизнес, когда составляется бизнес-проект, учитываются все его расходы. Он примерно уже знает. Поэтому и получаются вот такие дорогие цены. Но я хочу отметить, что, видите, все же зависит от того, какая цена поставщика. А вот сейчас мы, например, закупили картофель в Кирове, был 9 рублей. Позавчера был вертолет на Колгуев, и цена там вышла картофеля 19 рублей. Поэтому все зависит, еще раз повторяю, какая цена поставщика. На сегодняшний день, если взять овощи и фрукты, которые привозят в Нижнепечорское потребительское общество, она разводит по всем населенным пунктам реки Печоры, то, значит, лук, морковь, свекла, капуста 41 рубль. Я считаю, что это нормальная цена. Партофель 27 рублей, поэтому, значит, но овощи и фрукты, они сами по себе дороже. Поэтому и получаются такие цены. Все зависит от того, какие цены отпускает нам поставщик. Есть средний, да, вот я еще хочу добавить, да, и когда ты составляешь вот весь свой расклад, да, вот какие, какой процент составляет транспортный? Транспортный составляет где-то 23 процента, в среднем почти у всех. 46 процентов в общих затратах это заработная плата. И кроме этого выходит 13 процентов, это практически социальные выплаты, которые, значит, когда продавцу или еще кому-то оплачивает заработная плата, 30 процентов надо тоже оплатить. Если сегодня предприниматель не оплачивает налоги, то и заработную плату, то, естественно, его бизнес, значит, закрывается. Вот я хотела отметить тот момент, вот, что, находясь в командировках, порой в населенных пунктах, я привозила оттуда продукты, какие-то там вещи бытовые. Мне все спрашивали, ты зачем это все тащишь из Каратайки или откуда-то? А там ценник в разы ниже, например, чем в городе, хотя доставка достаточно сложная, логистика сложная у нас здесь. И потом это были товары не той первой необходимости, на которой издается субсидия. Ну вот я хочу сказать, Мария, может быть, да, мы все время говорим сегодня об адресной помощи, да. И вот мы уже обсуждали в собрании депутатов и с администрацией о том, что, может быть, адресность будет только тогда, когда будет, например, социальная карта. Да, вот социальная карта на каждого, ну там, жителя, которому, может быть, она дана, да. И тогда пусть это будет пенсионер, прожиточный минимум какого-то, вот взять определенный прожиточный минимум. Может быть, это будет решение вопроса. И по этой социальной карте он может прийти к любому предпринимателю. И тогда не будет, почему одним дают субсидию, другим не дают субсидии. Это, на самом деле, поможет быть, и может быть даже, я так считаю, что в целом и нашим жителям, которые вот доходность невелика. Вот, может быть, кто-то сейчас ответит на вопрос или выскажет свое мнение. Вот меня все время беспокоит, у нас тропический фрукт, такой, как банан, да, он стоит 140-190 рублей, а огурцы почему-то у нас 300-300 с лишним. Вот кто-то может разделиться? Надежда Николаевна. Я не знаю, почему такая цена. Ну, просто ваше мнение, как вот возмущает, не возмущает? Меня это возмущает, и я вообще не понимаю, откуда такие цены, и как-то держат ли вот эти цены, вот наши предприниматели, которые привозят, как-то есть, как-то определенно, или нет, или отпускаются цены, и они ставят любые, какие хотят. Вот, честно, Наталья Александровна рассказала, что это там есть, в ходе, допустим, в ценообразование, это транспортные расходы, закупка и так далее. Но когда вот мы сравним сейчас город, и откуда тогда наценка по 200 рублей? Вот мне тогда непонятно, вот я слушаю, Наталья Александровна, мне непонятно, почему же такие цены? И как, например, как вот пенсионером жить? Вот если бы я, например, была сегодня пенсионер и не работала, то, допустим, пенсия у меня 23 тысячи, и вот коммунальные таблетки, это 17 тысяч, у меня остается 6 тысяч. Как я с такими ценами могу просто выжить? Мне кажется, я бы не смогла даже выжить вот на эту сумму. И при том, что сейчас политика, я скажу, что все-таки пенсионеры не должны работать, у меня мама тоже отказалась от работы, она теперь осталась на пенсии. Да, и она говорит, мне нужна срочно снова работа, потому что так очень сложно выживать и проживать. А есть у нас, ребята, кто-то из населенных пунктов здесь, либо все городские у нас жители собрались? Просто хотелось бы узнать, как часто, знаете, такое вот есть, заказывают из города что-то привезти. Есть ли такая нужда? Из города что-то привезти, того, чего нет в населенных пунктах. Либо ассортимент всегда старается держать такой, чтобы люди смогли приобрести все, что им захочется. Это в основном не продукты. А что это? Это в основном, ну, скажем так, химия, какая-то мебель, что-то захватить. Мы, в свою очередь, часто бываем в селах, и порой по знакомству люди узнают, что мы едем к ним в село, и они просят купить то, что у них в селах нет. Или продается. Нет. То, что у них там есть, они этого не заказывают. Так что, скажем так, в больших селах, как Красное, как Несь, наверное, да, а Великовисточное, там вроде бы есть все. Ну, кроме вот таких вот бытовых. А в мелкие села, да, там вынуждены заказывать или общей машиной везти сразу для всех, для многих жителей. Можно передать микрофончик в тот ряд? Хочется послушать мнение молодых людей. И к вам я хочу перейти с вопросом, касаемо местной продукции. Сейчас вот нам здесь рассказывали про продукцию, в основном привозную, да, то, что привозят сюда. Все мы с вами живем в округе, где достаточно много производится продукции. Меня сейчас волнуют мясопродукты. Вы часто пользуетесь продукцией мясопродуктов и ваша оценка качества и цены? Здравствуйте, меня зовут Максим. Да, я часто пользуюсь продукцией нашего мясокомбината. Она довольно-таки вкусная, качественная. По сравнению с завозной продукцией, все-таки как-то чувствуется и мясо побольше, повкуснее. И наша продукция большим спросом требует, пользуется в других регионах. К примеру, едем в отпуск, там просят привези колбаски, тоже сырокопченые, очень хорошие. Но, к сожалению, вот сколько я помню, лет пять назад была повкуснее продукция, сейчас чуть-чуть испортилась. И подороже стала. Да, и подороже, возросла значительно. Знаете, сразу вспомнила, у меня, когда друзья просят им прислать посылочку с местной колбасой, я всегда убираю ценники, если не успеваю, они потом говорят, ты нам больше вообще никогда не покупай вашу колбасу, нам плохо, нам кушать ее не хочется от такой цены. Вот, девушка, можно вам микрофончик, пожалуйста. Как часто вы посещаете продуктовые магазины и ваше, значит, отношение к цене и качеству? Ну, я бы хотела сказать, что цены достаточно высокие, и качество не всегда соответствует ценам. А в основном на какой вид продукции такое несоответствие идет? Скорее всего, молочная. У нее очень завышенная цена. Ну, вот те же кефиры, бифидоки, бифилайфы. Вы сейчас про местную продукцию говорите. Вот на ваш взгляд, оптимальная цена для баночки 250 мл того же бифидока, например? Оптимальная цена? Ну, явно не больше 100. Явно не больше 100 рублей. А сейчас сколько он стоит? 108. 108? 108. Да. Не больше 50, я считаю. Я попрошу передать микрофончик в этот ряд, потому что хочу задать вопрос. Пожалуйста, передайте. Надежда Николаевна, вот вы вначале говорили про молочную продукцию, что она достаточно дорогая. Сейчас мы говорим про ту цену, которая, на ваш взгляд, может быть оптимальна. Вот скажите, какой бы вы готовы отдавать были сумму за молочную продукцию? Мы знаем, что она все равно необходима каждый день. Опять же. Ну, молоко меня устраивает 30 рублей вместе с дотацией. А вот, наверное, кефир, бифилайф, бифидок, я считаю, что это должно быть не дороже 50 рублей. Вот, а не смущает то, что... Творожок, я тоже думаю, что цена нормальная там, у него за 100. Вот сметана бы должна быть дешевле. И вот в основном вот кефир, бифилайф, все вот эти кисломолочные продукты, которые очень нужны и детям, и пожилым людям, да и вообще всем. Вот меня просто всегда смущает, у нас порой привозная продукция бывает дешевле местной, то, что производится на месте. Да, сены мы косим здесь, да, есть какие-то затраты, вот как у Натальи Александровны. В принципе, я думаю, эта схема, она везде одинаковая, да, затраты на то, на это, на пятое, десятое, вкладывается цена. Вас никогда не смущает то, что местная продукция у нас дороже привозной? Ну, конечно, смущает. Сейчас вот, наверное, дня три назад я была в магазине и увидела кировскую продукцию, которая закончилась там за несколько часов. То вот хочу сказать, что йогурты, кефиры, все, это примерно 39 рублей. Естественно, для Наринмара это очень хорошая цена, и, конечно, все быстро закончилось. Но вот это же как-то стоит 39 рублей вместе с затратами на перевозку и себестоимость продукта. Поэтому вот меня смущает, это очень наши цены. Опять же тогда обратимся к законодательному корпусу, да. Я просто не знаю, что состоит себестоимость. Но цена же, она же еще же складывается, ведь у нас гораздо выше заработная плата. На все это пошли нахрудки, проценты, то есть выше там 36%, да, Наталья Александровна? Вы лучше знаете на зарплату уже. Не 46? 46 вот. Еще выше, да. Чем выше зарплата, тем выше эти проценты идут. То есть, соответственно, это все отражается на цене. У нас ведь на окраинном севере, ведь это ведь не секрет, те, кто живут в Архангельске, у них зарплата гораздо меньше. Соответственно, у них и цена на продукцию ниже, и будет меньше затрат. У нас на сегодняшний день, если производителю, работнику понизить зарплату, там просто некому будет работать. И тогда не будет у нас своей продукции. Из этого складывается цена. Это при том, что предприятиям помогает округ. Округ их всех датирует. Если бы округ бы не датировал, цена была бы еще выше. Или предприятия были бы убыточные, их бы закрыли. Опять же, транспортные расходы. Нам могут же меньше, чем, например, нам завести с Кирова продукцию? Или нет? Нет, это если в совокупности ставить самая транспортная и заработная плата, то транспортными гораздо выйдет дешевле. И мало того, у них продукция, она долгосрочная. Она и месяц, и два может у них держаться. Нет, в Кировской нет. Там очень короткий срок хранения. В неделе. Нет, ну тем не менее, 10 дней там точно есть. Нет, там на некоторые даже из 3 дня. Я просто ранее покупала, когда на нашу продукцию была достаточно высокая цена, а я покупала Кировскую. И всегда смотришь, там 3 дня, и ведь расходится. Не буду спорить, потому что я всегда поддерживаю нашего производителя. И покупаю только нашу. На вкус и цвет, товарищи, нет. Тем не менее, вот уже говорили здесь в студии, что несмотря на то, что зима или лето, как мы везем сюда продукцию, цена у нас все равно остается одна и та же. Потому что есть определенные обстоятельства, накладывающиеся в тот или иной момент. Но я, например, с этим не согласна. Я считаю, что если мы везем по зимнику, то одна цена должна быть. Везем самолетом, должна быть другая цена. Везем морем, третья цена. Наталья Александровна. Я хочу сказать, что когда предоставляются субсидии с округа, мы же выполняем сразу несколько задач. То есть мы создаем рабочие места, поэтому абсолютно правильно, когда мы поддерживаем нашего сельхозпроизводителя, да, и предприятия наши. И затем, значит, в то же время мы поддерживаем наших покупателей. И стоит отметить, что у нас в 2014 году перечень молочной продукции, где было 8 наименований, по-моему, да. И это было с 1 июля 2015 года. И когда в 1 июля 2015 года сказали, что цены будут намного дешевле, я зашла специально в молочный магазин. Вы знаете, вообще продукции не было. Люди подумали, что это вообще такая сказка будет. Ну и затем как-то вот привыкли, и уже на самом деле вот на сегодняшний день, я считаю, 60 рублей молока, стоимости молока, это у нас достойно, да. То, что касается вашего вопроса, Мария, еще раз повторяю. Значит, все-таки вот каждый составляет свой бизнес-план, да. Он знает, сколько необходимо вот затрат ему. Вот это как же у себя кошелек, да. Вы знаете, сколько зарплаты у вас, сколько вы можете потратить. То же самое делает бизнесмен. Он, значит, считает, сколько у него доходности, сколько он должен сделать наценку, да. То есть независимо от того, он берет среднюю цифру за год, но ведь все равно понижение цен существует. Почему? Потому что когда происходит закупка, в это время цены у поставщика снижаются. Поэтому, применяя одну и ту же наценку, все равно стоимость цены снижается, стоимость продукции снижается. Понимаете? Поэтому это ведь можно легко и просто, но не каждый идет работать в бизнес, да. Многих вот здесь, наверное, сидящих, мало кто пойдет. Да я и сама своим бизнесом, честно говоря, заниматься не буду, потому что это очень кропотливое дело. Это очень ответственно. Это можно сказать, что те, которые занимаются очень добросовестно, практически, у них нет времени, ну, просто заниматься собой. Для того, чтобы бизнес наладить, это нужно несколько лет. Вот те, которые сегодня, многие вот есть предприниматели, да, с большим стажем, да, они могут сказать, что я могу поехать сегодня отдохнуть. А остальные, которые только начинают обороты, это нужно лет 10 для того, чтобы встать на ноги. А тем более в условиях Крайнего Севера. Вот это... Я понимаю, я понимаю, что людям нужна заработная плата, что люди должны работать, что в деревнях и так нет работы для людей. Но вот слушая все это, у меня возникает вопрос, как он может, да ну его и будем возить себе с Кирова и покупать по 39 рублей. Значит, то, что работы нет на селах, это вот корня не соглашусь. На сегодняшний день, на самом деле, вот Андрей Григорьевич сказал, проблема с кадрами имеется. Сегодня есть рабочие места, но некому работать. Понимаете, взять, например, сегодня вот тот наш шумевший случай две недели назад в Белужье, да, почему пришлось закрыть, значит, пекарню и магазин, несмотря на то, что лучше там здание, да, потому что кочегара нет. Кочегар не соглашается работать на 25 тысяч, чтобы заработная плата была. Он пошел в Север-Желкомсервис, потому что там выше. Понимаете? Поэтому говорить, что у нас нет рабочих мест, есть. Я имею в виду сельское хозяйство, что если вдруг... Да, что не будут люди за маленькую зарплату работать. Конечно, никто не будет. Так каждый из нас разве стал бы работать за маленькую зарплату? А давайте послушаем... Я вот добавлю. Так мы вот только что говорили, что если увеличить зарплату, страдать будет весь округ. Вся продукция взлетит ровно настолько же. Она не может быть по себестоимости ниже. Поэтому правильно, Дежда Николаевна говорит. А может, тогда будем с Кирова возить? Нет, мы все-таки должны поддерживать наше производство. Мы должны поддерживать. Я говорю, что вопрос неправильный. Но у многих возникнет такой вопрос. Не возникнет, потому что, Надежда Николаевна, сегодня нашей продукции не хватает. Значит, у нас Сула выпускает очень хорошую молочную продукцию и масло. Так вот, у нас в Индиге, они уже ждут полмесяца для того, чтобы там завести туда масло. Нет продукции. Сегодня Нижнепчерское потребительское общество, которое обслуживает село Коткино, значит, они сделали заявочку за неделю вперед для того, чтобы получить ту продукцию. А продукция у нас хорошего качества. Поэтому сегодня, значит, покупатель идет не только за ценой, он идет за качеством. И мы не знаем, что мы покупаем, какая продукция, вот неизвестно какую. Когда есть собственный производитель, мы знаем, что да, там хорошая жирность, там вообще качественная продукция и свежая. Натур-продукт. Конечно. Можно микрофончик для девушки? Я хочу узнать у прекрасной половины человечества, молодого представителя, да, жителя Ленинского округа. Помимо продуктов, на что еще хватает денег? Если вот мы сейчас говорим о столь дорогих продуктах, ну, опять же, повторюсь, без них никуда, сколько нужно зарабатывать молодому специалисту, чтобы жить помимо продуктов, еще что-то другое покупать? Ну, чтобы хорошо тратить, наверное, хорошо зарабатывать. Ну, вот сколько, на ваш взгляд, нужно зарабатывать, чтобы позволить себе, вот как было сказано, да, на человека, студента примерно 20 тысяч на продукт. У меня просто семья, поэтому у меня гораздо больше денег тратится. Ну, я тоже студент. Тоже студент. Ну, вот вы девушка, хочется помаду, тушь, сапоги новые. Сколько надо денег, чтобы помимо продуктов еще себе все хотелки купить? Много. Лучше хорошего парня найти. Хорошего парня найти? Ну, я думаю, сейчас у вас появится шанс, да, вы в программе выступите. Так что вот если молодой человек, вам понравилась эта девушка, прокормите и оденьте, пожалуйста. Давайте продолжим нашу тему. Вот такую мы, значит, немножко нотку здесь юмора привнесли. Можно микрофончик нам, пожалуйста, сюда передать? Спасибо большое. Давайте немножко поразмышляем, подумаем над тем, что, смотрите, вот Надежда Николаевна тоже говорила о том, что очень дорого, денег у людей очень мало становится, это не секрет, да, все равно доходы населения снижаются, а цена высокая. На ваш взгляд, какой выход из этой ситуации может быть? Может быть предпринимателям все-таки пойти на какие-то риски, может быть снизить ценник, может быть открыть какие-то социальные магазины, я не знаю. Вот вы как молодые креативные люди, что вы могли по этому поводу предложить? Я наслышал, в других городах есть социальные магазины, где стоимость гораздо ниже, чем в остальных. Ну, то есть мне кажется, что это некий выход будет, даже для нашего региона, если найдется предприниматель, который, будет ставить цену, ну, чуть выше закупочной и более приемлемую для населения, для также вот пенсионера, более, ну, чтобы можно было что-то купить. Вот смотрите, сейчас, например, такая одна из идей, да, вот в Петербурге она очень сильно развита, предлагают за 2000 рублей меню с продуктами на три дня. Вот как вам такой вариант? Вам уже готовы и меню, и продукты вы платите 2000 рублей, вам доставляют, и вы питаетесь, в общем-то. Вы бы готовы были пойти на такой вид закупок продуктов? Да, вот именно. То есть мы к традиционным все-таки привыкли к видам сервиса. Кстати говоря, мне кажется, вообще Наринмара и округ, он достаточно консервативен, и не очень-то приживаются вот такие различные, как я их называю, мульки столичные, потому что там-то все-таки у нас население больше, вот можно, да, послушать девушку. Вы, как представитель тоже молодого поколения, насколько готовы были бы активно отзываться на подобного рода акции, может быть, проекты, касаемые именно продуктов? Потому что я вот, например, честно, я боюсь, я всегда все сроки годности изучу производителей, все е там, что есть, чтобы купить продукт. Ну, как бы, когда становишься взрослым, допустим, когда была студентка, там было как бы все равно качество, не качество, а сейчас ты уже смотришь, как бы возьмешь лучше качественный продукт, чем потом возьмешь дешевле, потом будешь мучиться неделю. То есть все-таки вы готовы выложить определенную сумму. Вот, кстати, вам сколько нужно в месяц денег, чтобы помимо покушать еще? Тоже парня будем искать? Нет, я сама как бы зарабатываю. Ну, когда-то я работала в месяц, у меня была зарплата 15 тысяч. Я пошла туда, потому что мне нужен был опыт. А здесь с этим как бы тоже такая проблема для молодых специалистов. Потом мне пришлось уйти, потому что это нереально прожить в нашем городе, когда прожиточный минимум, допустим, сейчас сколько составляет? 18 тысяч, ну, там около 18-19 тысяч. Сейчас даже если кода, допустим, я вот удивляюсь, как мои, ну, друзья, у них кода зарплата 20-25. В течение года я сменила, наверное, 4 работы, потому что, ну, зарплата не лучше, правильно? Да, где лучше. Если больше зарплата, конечно, ты можешь, как бы, свои увлечения там все, как бы, решить. То же самое. Отдых. Да, даже тут спортивные эти мероприятия, там, волейбол, теннис, все платное. Вот, потому что я тоже занималась теннисом, ну, до этого студенческие годы, когда 18 там бесплатно, а сейчас как бы платно после 18. И сейчас, конечно, у меня больше 15 тысяч, там, два-три раза, может быть, ну, два раза, допустим, больше. И плюс еще, молодые специалисты приезжают, им нужно, допустим, я откладываю деньги, там, около 20 на квартиру. Чтобы снимать, да? Чтобы снимать. Получается, полосы зарплаты я отдаю на квартиру, а потом откладываешь на продукты, а еще ведь нужно одеваться, а здесь тоже цены у нас большие на одежду и так далее. И иногда даже приходится заказывать. И даже, ну, сейчас многие вот молодежь, они заказывают одежду, потому что так дешевле, чем здесь покупать. Я уже забыла, когда здесь покупала что-либо, ну, из одежды. И мне кажется, скоро будет, ну, может быть, придумают такое, когда будут заказывать продукты. Да, потому что это будет, наверное, дешевле, даже есть, ну, в Питере есть такие там делают, заказывают. И мне кажется, у нас тоже такое, может быть, появится. Ну, дай бог, да, пускай развиваются новые формы бизнеса. Я предлагаю подводить итог нашей беседы. Андрей Григорьевич, можно микрофончик передать, пожалуйста? Хотелось бы узнать, вот вы уже в начале программы говорили о том, что имеете опыт общения с предпринимателями, они говорят, что вот не дают больше в рассрочку, сложная логистика. А не случится ли такого, что все скажут, да, ну, этот бизнес, особенно продуктовый, может быть, надо какие-то искать пути, я не знаю, вот на ваш взгляд. Ну, я хочу ответить так. Ну, во-первых, я повторюсь, что должна быть транспортная логистика как можно проще. Чтобы себестоимость была меньше именно на транспорт. Во-вторых, я в корне не согласен со многими высокими политиками, что банковский процент, он может быть ниже. Но это нужно решать на федеральном уровне уже, когда бизнесмен может взять по 3-4 процента, как это на Западе, и развивать свой бизнес. То есть он может рассматривать свой долгосрочный бизнес. Ну, а далее я соглашусь еще с нашим губернатором Игорем Викторовичем в плане в том, что государство должно создавать условия для бизнеса. А бизнес должен развиваться уже сам. Ну, как бы. Ну, вот вы киваете головой, на ваш взгляд, у нас созданы условия для бизнеса. Почему? Потому что я считаю, что будущее за молодежью, и нужно все равно заниматься бизнесом, потому что вы так сами строите свою жизнь. Мы говорили уже про работу, сложно устроиться. Вы готовы были бы окунуться с головы в продуктовый бизнес? В продуктовый точно нет. То есть, а что бы вас привлекало тогда? Ну, не знаю. Сейчас очень актуальна тема продажи через интернет. Это гораздо лучше, чем... Ну, продукты через интернет, на Ринмаре. Не надо аренду, не надо продавца, не надо за... Не в Наринмаре по России. Надо что-то создать и продавать по России. И это будет гораздо выгоднее. Саля Александровна, ваше резюме, наши сегодняшние беседы, мнений было много. Я думаю, что у вас все равно уже сложилось. Ну, интернет, да, продажи, на самом деле, в России в целом очень маленькие. А вообще в европейских странах продажа через интернет очень высокая. Вот, да, это актуально. И раньше у нас ведь была посылочная торговля, да? Вот, она сейчас тоже каким-то образом развивается. Можно, конечно, подумать, и много и акций проводится. У нас акций много проводится и в городе, и на селе проводится много акций, да? Но для того, чтобы поддержать, на самом деле необходимо делать это на федеральном уровне. И начинать надо с федерального уровня. Сегодня мы много говорим о том, что да, мы поддерживаем, а фактически это не происходит. И стоит сказать, что ведь предпринимателей очень сильно много ушло, когда в 2010 году, значит, страховые очень сильно взносы возросли. Они были 14% и стали 30%. Да, и на сегодняшний день, может быть, даже вот у нас есть закон по Арктике, да, учитывая наши арктические условия, условия Крайнего Севера, может быть, надо было бы и подумать о том, чтобы те, которые предприниматели работают в условиях Крайнего Севера, да, вот налогообложение несколько уменьшить. Это может быть каким-то образом тоже сподвигло. Потому что если бензин не разрешает нам пока так субсидировать продукты, то, наверное, тем более. Да, и вот смотрите, мы говорим о том, что вот точка доступа интернет, еще что-то, это очень хорошо, да. Но на сегодняшний день даже многие вот... Сегодня даже взять этот эгоист нашумевший, да, это в каждом населенном пункте в магазине те, кто реализует виноводичную продукцию, должно стоять оборудование. Это оборудование стоит для того, чтобы начать, 120 тысяч. Что значит на село это поставить? Ну и хорошо не будут пить на селе. Вот, это как раз приведет больше к нелегальному обороту продукции. Вот, поэтому, значит, когда мы принимаем какие-то меры, надо учитывать, что у нас Россия это очень большая. Разные субъекты, разные специфики. Да, и может быть дальше больше давать прав на уровень субъекта, когда принимаются какие-то, значит, законы федеральные. Потому что тогда бы учитывались несколько спецификов наших северов. А вот, и вы знаете еще, что хочу сказать, да, если раньше, вот, ведь на самом деле был комитет по северам, да, у нас старый край с севера была, когда поставлялась продукция. Сегодня, на сегодняшний день этого нету. Поэтому, значит, ну мы сегодня работаем, да. И, Наталья Александровна, вот на этой ноте мы сегодня работаем, да, и вопросы у нас все-таки есть, я думаю, все равно у гостей студии остались вопросы. Я вот даже более чем уверена, что у Надежды Николаевны есть вопросы, есть мнения. Я предлагаю нам встретиться в следующий раз, пообсуждать следующую тему ровно через месяц. Если у кого есть желание принять участие в программе, есть вопросы, приходите, тему обозначим позже. Благодарю вас за внимание, увидимся через месяц, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok